ребятишки привет был я сегодня на рыбалке поймал крупную форель я давно ее хотел но две недели как то крупная не попадалась сегодня одна такая есть и я вам покажу еще один рецепт из моей коллекции готовить я буду лососевую форель со шпинатом полентой и соусом только поленту я буду готовить без молока или сливок и без добавления пармезана приступим сегодня я покажу вам один трюк как можно без проблем на снимать чешую с рыбы некоторые из вас знают как это делается для некоторых это будет интересно я надеюсь для начала нужно обсушить и затем рыбу слегка обдать кипятком слегка все этого будет достаточно и теперь снимаем чешую видите как она снимается вся чешуя прекрасно собирается если у кого-то нет профессионального ножа для чистки рыбы от чешуи то смотрите она прекрасно счищается при помощи нормального ножа то есть я вообще не прилагаю никаких усилий чтобы почистить рыбу одна сторона готова вот вся чешуя рыба у меня от чешуи почищена этот трюк работает со многими рыбами с какой рыбой он работает не очень хорошо так это с окунем у него чешуя сидит очень плотно на коже и лично я просто если ловлю окуня то шкуру снимаю полностью при помощи плоскогубц как ну рыбу я чешуи очистил теперь я покажу как я разделываю крупную форель и приступаем дальнейшей готовки для начала рыбу надо обсушить делаю это при помощи бумажных сарфеток вот такая форель весит примерно один килограмм 200 грамм или один килограмм 300 грамм примерно так но для начала ударяем внутренности надрезаю сбоку вырезаю клоаку внутренности я удалил форель чистая теперь как я вам всегда показал нужно удалить вот этот сгусток крови вот здесь он находится его прекрасно видно большим пальцем спокойно вдавливаем его и убираем так ну форель промываю и показываю дальше теперь делаю косой надрез зажабельными крышками проворачиваю нож и иду вдоль хребта филе у меня готово его переворачиваю и все то же самое косой надрез зажабельными крышками до хребта нож поворачиваю кишу приподнимаю большим пальцем и иду вдоль хребта здесь можно теперь рукой прижать и спокойно срезать филе эту часть я буду использовать для приготовления бульона а в дальнейшем соусом так далее я срезаю кости эту часть тоже на бульон в эту часть я тоже срезаю аккуратненько и здесь может присутствовать еще часть спинного плавника далее тупой стороной ножа слышите да как я прохожусь по косточкам кости прекрасно прощупывается вот здесь вот идет такой вот ряд костей вот примерно отсюда и эти косточки затем я специальным пинцетом для удаления костей удаляю все косточки больше не прощупывается одно филе у меня готова следующее филе все то же самое косточки вытаскивается тяжело потому что рыба свежая буквально два часа назад пойманной поэтому отсюда и результат как я говорил вот здесь проходит этот ряд их можно срезать вот таким вот образом и все они прекрасно вынимают вот в этом месте тоже прячутся очень хорошо пару косточек все филе у меня чистенькая теперь вот эту часть я обрежу и вот здесь это уже обрежу придам филе форму она должна быть у меня ровненькая и вот эту часть тоже обрежу это мы само собой разумеется не выбрасываем мы это просто пожарим отдельно а мне для рецепта понадобится именно вот эти два филе так но время к обеду и я сразу рыбу приготовлю значит мне понадобится 440 миллилитров рыбного бульона который я сразу присаливаю у меня бульон готовы но вы можете у меня на канале посмотреть как готовится бульон ссылку я оставлю натер немного мускатного ореха 80 граммов кукурузной муки поленты бульон и 40 граммов масла я просто не хочу отваривать поленту отдельно так как я буду все равно рыбу делать на пару я смогу все это сделать в одной кастрюле чтобы сэкономить также на свете вода у меня уже горячая кипяченая а варить я буду все это дело в мантоварке и отправляю на плиту пока пускай кипит так ну и сразу я подготавливаю томатный соус я сделаю быструю версию без всяких в е но если вы хотите заморочиться также на канале у меня есть ссылку я оставлю 400 грамм очищенных помидор немного сахару соли перца так ну и немного чесноку все это пробиваю погружным блендером и отправляю на плиту соус варится веточку тимьяна веточку росмарина да и натру сразу зубчик чеснока в кастрюлю я уже добавил 250 грамм готового шпината как готовится шпинат вы найдете на моем канале добавил кусочек масла и 100 миллилитров 30 процентных сливок добавил муската добавил соли так и натру еще немного чесноку буквально пол зубочка и отправляю на плиту значит овощи у меня готовятся томатный соус готовится полента готовится теперь я доведу рыбу до ума обед я свой не запланировал скажем так с нуля до полного приготовления примерно на 45 минут не больше как у нас остались два небольших кусочка рыбы обрезки отправляю в измельчитель добавляю соли немного перца и остаток сливок в общей сложности я взял 200 миллилитров сливок 100 для фарса и 100 для шпината ну вот вот такой фарс у меня получился вы у меня конечно спросите а сколько же рыбы у нас было по сливкам понятно 100 миллилитров а я вам сейчас отвечу так рыбу я сразу присаливаю немного перчу но весы у меня на нуле сейчас мы узнаем сколько же рыбы у меня было задействовано ну вот так именно приготовить у меня было скажем так спонтанная идея я не хотел осталось два кусочка рыбы поэтому такие в общей сложности согласно весам у меня количество рыбы составила 65 грамм так я присаливаю вторую часть рыбы также и перчу и укладываю сверху далее добавляю немного оливкового масла совсем чуть-чуть так я рыбу убрал я помещу ее на другую пленочку потому что мне тоже нужно будет смазать пленку с этой стороны маслом пленку обрезаю и вот так вот нашу рыбу как конфетку я заворачиваю сделал еще раз вот в таком виде я ее буду готовить на пару вот так как она есть пленки алюминиевый фольгу здесь добавлять не нужно потому что такая пищевая пленка держит температуру 130 градусов ничего с ней не случится так ну я отправляюсь плите посмотреть что там у меня делает полента так томатный соус варится полента тоже варится перемешаю опять накрою она готовится попробую томатный соус томатный соус готов я удаляю росмарин и тимьян и загущаю соус кукурузным крахмалом разведенным холодной воде я взял буквально одну чайную ложечку это делается для того чтобы соус на тарелке не потек он казалось бы выглядит стабильно но на самом деле стоит его добавить на тарелку и как белая такая прозрачная немного красноватая жидкость начнет расплываться во все тарелки все дам соуса покипеть буквально пять минут и он готов так что делать мой шпинат шпинат уже тоже готов и я также загущаю его крахмалом тоже развел я одну чайную ложечку кукурузного крахмала дам тоже крахмалу 5 минут провариться и шпинат у меня тоже готов так ну вот полента уже начинает становиться густой и сюда и отправляют нашу рыбу время приготовления в общей сложности составит у меня 15 минут томатный соус готов я его отключаю я поленту отключаю так рыбу я отправлю на доску по ленту поставлю назад здесь все выключено я просто хочу проверить одну тарелку я сделаю так как она приготовлена и одну часть просто форели я хочу обжарить разрезали и смотрим что мы видим что рыба не дошла ей не хватило еще пять минут поэтому рыбу отправляю обратно но такое бывает я такой рецепт делаю в первый раз еще пять минут так ну вот пока рыба доготавливается я приму аперитив и что я хочу сказать что не всегда на кухне получается все стопроцентно я в принципе полагал что за 15 минут нам не приготовиться потому что рыба она должна быть сочная переварить ее и она будет просто сухая и не верьте тем поваром который вот у меня все сто процентов перфектно получается хрень собачья я таких лично не знаю так ну все рыбу я снимаю это мои пять минут они истекли но мои внутренние часы подсказали мне 30 секунд назад что это уже произошло так значит вот этот вот эту одну часть я ее хочу обжарить обжаривать я ее буду на топленом масле или если вы хотите обжарить но у вас нет топленого масла обжарьте на растительном обжарьте на оливковом отправляю я честно говоря даже не знаю как назвать мне это блюдо я такого никогда раньше не делал да просто пришла идея я ее воплотил ну что мы тут сделаем так ну давайте вот так вот эту часть я разрежу наискосок а эту часть я разрежу пополам так убьем в сторону мешала рыба можно было конечно поленту сварить и густой но я лично я густую поленту не люблю если вы хотите густую чтобы она резалась то берите тогда одну часть поленты и четыре части жидкости то масло считается тоже жидкостью но это так на случай вы хотите просто ее порезать и уложить на периодик по-другому да еще это никакой не ресторанное блюдо мы находимся с вами не в ресторане мы находимся дома поэтому у меня на этот счет движение не отработанные делаю как делаю я вам показываю вы смотрите так ну и размещаю рыбу так сказать усаживаю ее на томатный соус ну вот можно и обедать где кусочки рыбы поменьше это для супруги пойду отнесу и сразу вот она уже проголодалась ну как вы уже по моим последним видео заметили что я люблю рыбу не только ловить но ее и готовить но и не только готовить я и с удовольствием ее ем а почему столько рецептов именно о форели ну просто сейчас сезон форель она любит холодную воду поэтому в пруд ее запускает именно в холодное время года летом на форели рыбалки нет в искусственных водоемах если вам это видео понравилось делитесь им вашими друзьями пишите мне обязательно комментарии мне одна моя подписчица сказала что да они тебя просто боятся что вы меня боитесь посмотрите я мягкий и пушистый я не кусаюсь на адекватный комментарий я реагирую адекватно короче пишите комментарии а дальше посмотрим быть этому каналу или не быть желаю вам всем здоровья и до новых встреч по скрипту или как говорят молодые люди пысы значит форель зашла хорошо что я хотел бы добавить вот этого количества рыбы а вы помните что у меня общий вес форели был неразделан 1 килограмм 200 грамм хватит на трех человек поленты достаточно а вот шпината нужно будет просто добавить взять в общей сложности 350 грамм бланшированного шпината этого будет достаточно чтобы накормить трех взрослых людей ну вот как-то так до обжаривать не обязательно рыба и так хорошо заходит без обжарки но это я для себя просто хотел посмотреть проверить может быть вкуснее может быть лучше нет не лучше оставьте так как есть но теперь все пока да и не бойтесь пишите комментарии